Добрый день! Мы продолжаем спецкурс. Сегодня тема — это дифференциальные операторы и псевдодифференциальные операторы. Начнем мы с дифференциальных операторов, где фактически все, что я буду рассказывать про дифференциальные операторы, оно представляет из себя, я бы сказал, набор определений и упражнений, потому что все можно сделать за конечное количество действий, все проверить. Так, значит, сначала дифференциальные операторы. Значит, у нас, как и в прошлый раз, РН с координатами x, 1 и так далее, x, n. Вот. И у нас дифференциальный оператор. Это оператор D. Ну, давайте он будет действовать на бесконечно гладких функциях по правилу, значит, по обычному правилу. То есть мы, D, U — это сумма по мультииндексу альфа, а альфа от x, коэффициенты этого дифференциального оператора, минус I, D по dx в степени альфа. Значит, что здесь что? Значит, у нас альфа — это мультииндекс, альфа 1 и так далее, альфа N, значит, альфа житое — это неотрицательные целые числа, неотрицательные целые числа образуют вместе мультииндекс, то есть они дают порядок производной по каждой из переменных, вот, а минус I, D по dx в степени альфа, минус I, D по dx в степени альфа, это есть минус I, значит, в степени, значит, минус I, D по dx 1, все это в степени альфа 1, значит, в степени альфа 1 и минус I возводится, и производная, вот, и так далее, минус I, D по dx, N, альфа N, вот, это будет производная, ну, такая смешанная производная, значит, порядок производный равен модуль альфа, это есть просто сумма всех альфа, сумма всех компонентов этого мультииндекса. Так, значит, про это я сказал, коэффициенты, ну, давайте коэффициенты мы, значит, проще всего их считать тоже гладкими, бесконечно гладкие коэффициенты, вот, ну, иногда, чтобы не иметь проблем с тем, что происходит на бесконечности, Rn некомпактная, поэтому иногда можно считать, что коэффициенты равны нулю вне компакта, вот, что имеют компактный носитель. Так, ну, и последнее, что остается, это суммирование, да, простите, значит, я здесь функцию U потерял, значит, это все к функции U, зависящей от X, применяется. Вот, и последнее, что осталось, это сумма по этим мультииндексам, ну, всего их, конечно, бесконечное, но мы берем конечную сумму, значит, сумма по модуль альфа меньше либо равно m, вот, то есть мы берем все частные производные функции U до порядка m, ну, с коэффициентами, а альфа от X. Вот это число m, его называют порядком дифференциального оператора, значит, m это порядок d, значит, орd это порядок. Вот, так, ну, давайте, значит, множество дифференциальных операторов порядка, ну, тут это операторы порядка меньше либо равно m, то есть если коэффициенты при старших производных 0, то реальный порядок, он поменьше. Так вот, давайте множество таких операторов порядка меньше либо равно m обозначим через, ну, давайте так, значит, дифференциальные операторы варен порядка меньше либо равно m, вот, значит, это вот такое множество, вот, и для многих, во многих задачах от оператора, значит, не важно, какие коэффициенты при производных не старшей степени, то есть при младших производных, вот, часто это не важно, часто это не важно, ну, в частности, вот во всем том, что я буду в этих лекциях рассказывать, это не важно, вот в эллиптической теории, значит, это как, значит, вот в этих вопросах, связанных с индексом, это не важно, значит, поэтому вводят вот какое понятие, значит, вводят, во-первых, можно ввести такой фактор пространства, значит, дифф в м, ну, давайте, rn, может быть, ну, давайте напишем, rn, m-1 от того же самого rn, то есть это фактор пространства, в котором, значит, все суммы, в которых порядок производный меньше, либо равен, чем m-1, они все выбрасываются, тогда этот фактор пространства, можно отождествить со множеством сумм, в которых здесь не неравенство, а равенство стоит, то есть все, я бы сказал так, однородные дифференциальные операторы, где все производные только старшей степени, вот, и делают вот что, значит, вот если у нас есть такой оператор, в котором только производные старшей степени, то оператор дифференцирования заменяют на оператор умножения на некоторую новую переменную, значит, давайте я, значит, определю такое отображение, которое называют главным символом сигма, сигма, значит, отображение вот куда, значит, c-бесконечность, вот, r2n, вот, и отображение определяется следующим образом, значит, вот у меня формулу, я здесь напишу, значит, сигма, d, значит, от x, вот, а дополнительные переменные, значит, в r2n там есть переменные x и xi, давайте вот называть x-ов n штук, x-и тоже n штук, этих дополнительных переменных, вот, и оно определяет следующей формулой, значит, сумма по модуль альфа равно m, только производные старшей, значит, старшей степени берем, а альфа от x, кси в степени альфа, вот, кси в степени альфа, ну, что такое кси в степени альфа, кси в степени альфа, это кси 1 в степени альфа 1, и так далее к cn в степени альфа n. Так, значит, это называется отображение главного символа, а эта вещь называется главный символ оператора D. Вот, то есть вот в теории эллиптических операторов большинство, значит, вот всё определяется главным символом. Так, всё определяется главным символом. Ну, в принципе, можно было бы, значит, если взять вообще не равно m, а все, сумма по всем, то это называется полный символ на самом деле. Вот, значит, что ещё можно сказать? Ну, в дифференциальных уравнениях, в теории дифференциальных уравнений это характеристический многочлен дифференциального оператора называют. Вот, так что может чуть-чуть терминология отличаться в зависимости от области. Так, вот, значит, подходит время первому, значит, упражнению. Давайте я его всё-таки назову утверждение. Значит, утверждение. Это состоит в следующем, что если, значит, d1 – это дифференциальный оператор порядка m, а d2 – это дифференциальный оператор порядка, там, l, ну, я rn пропускаю, вот, то, для краткости, то, d1, d2 – это дифференциальный оператор порядка суммы m плюс m, и выполнено такое равенство. Символ, главный символ от произведения, от композиции этих операторов равен произведению главных символов. Значит, это называется формула композиции. Вот. В частности, для главных символов мы получаем, что умножение коммутативное. Вот, если вы берёте дифференциальные операторы, то вы их не можете переставлять. Вот. Там дифференцирование и умножение операторы не коммутируют. Вот. Но если вы смотрите главный символ, то там всё выглядит коммутативным образом. Ну, значит, как выглядят доказательства, но это упражнение. То есть мы берём два дифференциальных оператора, один вот такая сумма, другая такая сумма, перемножаем, и, значит, что представляет из себя дифференциальный оператор, у которого, значит, главный символ такой. Ну, он означает следующее, грубо говоря, что все вот операторы умножения находятся слева, а все дифференцирования справа. Вот. А в композиции там, значит, умножение, дифференцирование, умножение, дифференцирование. Вот. Но по модулю младших слагаемых мы можем переставлять дифференцирование и умножение. Потому что если вы, значит, доказательство опирается на одно единственное соотношение, что если вы возьмёте оператор умножения на х и оператор дифференцирования ДПДХ и прокоммутируете их, то, значит, это оператор нулевого порядка, это первого порядка. В принципе, коммутатор мог бы быть оператором первого порядка, но он будет оператором нулевого порядка, значит, он будет какой? А ДПДХ минус ДПДХ А. Вот. То есть это всё применяется к какой-то функции У. И, значит, вот это первое... Значит, вторая производная раскрывается по правилу Ньютон... Значит, по правилу Лебница, вот. И второе слагаемое сокращается с этим. То есть остаётся минус... Значит, минус ДА по ДХ. То есть получается оператор, вот этот коммутатор нулевого порядка, умножение вот на такую функцию. Получается оператор нулевого порядка. Вот. Ну и из вот этого соотношения, если много раз его применить, мы получаем формулу композиции для дифференциальных операторов. Вот. Ну а заодно и первую часть, да, что если есть дифференциальный оператор, два перемножил, то вот эти коммутаторы мы все производные можем перебросить налево, значит, направо, чтобы они вот были в самом начале. Так. Хорошо. Это я пояснил. Так. Ну давайте примеры. Примеры. Значит, примеры у нас какие? Примеры чего? Примеры этих самых главных символов. Давайте возьмем, значит, обычные примеры дифференциальных операторов. Значит, первый оператор, значит, волновой оператор, волновой оператор. Оператор Даламбера. Вот. Значит, это Д равно Д2 по ДТ в квадрате минус Д2 по ДХ в квадрате. Вот. Значит, у нас есть, ну давайте двумерный случай, значит, Д одномерно, ИХ одномерно. Вот. Значит, какой у него будет главный символ? Значит, это есть минус ИД по ДТ в квадрате. Значит, если мы возьмем, возведем в квадрате, то будет знак минус. Поэтому здесь надо писать минус. Вот. А здесь, соответственно, плюс. Минус ИД по ДХ в квадрате. Вот. Ну и поэтому главный символ этого оператора. Ну, оператор с постоянными коэффициентами, поэтому давайте я аккуратности ради напишу ну на языке физиков, значит, физические переменные и двойственные переменные, ну давайте Тау Кси. Двойственные Тау Кси. Вот. И это будет, значит, минус Тау в квадрате плюс Кси в квадрате. Вот. Волновой оператор, или по-другому, гиперболическое уравнение дает вот такой главный символ. Вот. Значит, второй случай. Значит, если говорить про соответствующую квадратичную форму, то она имеет, значит, не является знака определенной. Значит, у нее один положительный квадрат, один отрицательный. Так, значит, второй, значит, оператор теплопроводности. Оператор теплопроводности. Значит, это у нас Д, есть Д по ДТ минус Д2 по ДХ в квадрате. Вот. Значит, оператор теплопроводности. Ну, что мы получаем? Значит, для него главный символ будет. Значит, аргументы не пишу. Значит, он оператор второго порядка. Это младшая производная. И, значит, тут вторая производная. Это у нас фактически получается Кси в квадрате. Кси в квадрате. Вот. Но, вот. И получается квадратичная форма такая вырожденная. То есть переменных-то должно быть две, Кси и Тау. Значит, Тау отвечает Т. Но по Тау, такое, я бы сказал, вырождение, там ничего нет. Тау в квадрате ни с плюсом, ни с минусом. Вот. Такая вырожденная квадратичная форма. То есть это такой, получается, вырожденный случай. И третий случай. Это оператор Лапласа. Оператор Лапласа. Значит, Д. Ну, давайте его с коэффициентами плюс один писать. Вот. И у него главный символ будет. Значит, мы уже положительное, дает нам знак минус. Ну, давайте я вот так напишу. Минус Кси в квадрате плюс это в квадрате. Вот. То есть получается знакоопределенная квадратичная форма. Вот. Знакоопределенная квадратичная форма соответствующая. Так. Ну, соответственно, как в дифференциальных уравнении, значит, это пример гиперболического уравнения, это параболического, это эллиптического. Вот. Вот. Ну, это мы, в принципе, мы можем даже, вот именно здесь есть место, чтобы, значит, прокричать определение. Давайте его пока просто прокричим в пустоту, мотивированные этими примерами. Значит, определение. Определение. Оператор D-эллиптический. D-эллиптический оператор. Если главный символ отличен от нуля. сигма D от x кси не равен нулю при кси, отличных от нуля. Вот. То есть квадратичная форма, она в нуле по естественным причинам обращается в ноль. Поэтому в нуле приходится разрешить быть равной нулю. Вот. А так при отличных от нуля она должна быть отлично, значит, не нулевой. Вот. Ну, в матричном случае, если это там матричные операторы, вот, а на самом деле матричные, они наиболее важны в приложениях, как оказывается, вот, то соответствующая матрица должна быть обратимой. Вот. То есть отличен от нуля уже ее определитель. Так. Ну, это мы пока, так сказать, нам рано какую-то теорему по этому поводу значит давать. Вот. Давайте еще значит немножко поговорим про дифференциальные операторы. Значит, у нас есть теорема о композиции, что если мы их можем перемножать. Вот. Значит, у нас есть понятие главного символа и еще есть одно важное понятие, а именно значит очень важно, как насколько это инвариантное определение вот этого главного символа. То есть если мы перейдем к другим координатам, как этот главный символ преобразуется. Вот. В частности, надо значит, в частности, какой смысл имеют эти самые кси? Икс это локальные координаты, а кси это что такое? Координаты на чем? Вот давайте сформулируем. Следующее утверждение, вот, которое тоже значит, проверить значит, вручную. Так. Значит, следующее утверждение, вот какое. Значит, пусть B это дифференциальный оператор порядка M. ВРН так, значит, с координатами х. Вот я здесь координаты буду писать так. Вот. И у нас есть замена переменных. у равно f от х это замена переменных. Ну, то есть, гладкая, обратимая, вот, может быть, в некоторые там окрестности, там, где нужно. Вот. Такая я бы сказал. Вот. Замена переменных. Ну, тогда мы что можем сделать? Тогда мы значит, оператор D он дифференцирует функции от x. Вот. Но мы можем организовать оператор из оператора D после замены переменных. Значит, как его определить? Значит, у нас есть значит, это вот D сюда действует. Это вот оператор D. Вот. А замена переменных значит, как мы знаем, что если замена от x переходит в y, то функции в обратную сторону индуцированным отображением отправляются. Вот. Поэтому мы получаем из y в x. Значит, это у нас отображение индуцированное F со звездочкой. Вот. оператор который в y d с волной назовем. Вот. То есть из коммутативной диаграммы у нас получаем d с волной равно значит, f со звездочкой d f со звездочкой минус первой. Вот. Значит, точный смысл фразы, что мы сделаем замену переменных в операторе d. Вот. То есть мы берем функцию отсюда, подставляем в ней вместо y f от x, дифференцируем, а потом делаем обратную замену. Так вот, значит, это утверждение означает следующее, значит, следующее, что это дифференциальный оператор и можно дать формулу для его символа. Можно дать формулу для его символа главного. Значит, всюду символ у нас главный. Значит, этот оператор на y действует и давайте эти соответствующие дополнительные переменные обозначать это. И оно, значит, вот символ преобразованного оператора равен символу исходного оператора, но в нем надо сделать замену переменных. Значит, замену переменных. Значит, df минус первой со звездочкой. вот. Так, значит, здесь пока ничего не понятно, значит, как связаны x, x, y, это, и что такая вот эта вот замена. Так, ну, давайте и напишем. Значит, давайте напишем y это, это есть df от x кси, и это есть в точности вот что такое, значит, это f от x, то есть по x переменных мы только подставляем вместо x f от x, это будет y. y равно f от x, то есть по первой переменной это как раз и есть наша замена, а по переменным кси это линейная замена, надо кси умножить на вот какую матрицу значит df по dx матрица якоби нашей замены переменных, значит, надо ее транспонировать и в минус первой степени, вот. Вот. Значит, если говорить про доказательства, то давайте я этой же формулой значит воспользуюсь, значит, доказательство опирается на два вычисления, на два значит случая частных случая, фактически кроме этого больше ничего не надо делать, а именно первый случай это когда дифференциальный оператор это просто оператор умножения, у нас же в дифференциальном операторе дифференцирование и умножение на функции, так вот, d равно а от x оператор умножения, вот. тогда никаких этих это x и вообще нет, тогда идет просто y заменяется на f от x, вот. То есть проверить, что левая часть равна правой вот в этом примере, ну и второе, что когда d это есть производная, d там d x j вот. Вот. То есть на самом деле оператор состоит из суммы произведений этих таких образующих, я бы сказал, да, образующих. Вот. И поскольку формула линейна, ну и на самом деле мультипликативно, то все сводится к этим двум случаям, где ну просто надо формулу дифференцирования сложной функции применить. Вот. Ну ввиду все же некоторой громоздкости, давайте я не буду нагромождать на этой доске. Вот. Давайте это упражнение оставим как упражнение. Так. Вот. Значит, это называется формула замена переменных для главного символа дифференциального оператора. что здесь является, что здесь поучительного? Поучительное здесь вот что. Значит, зачем могут понадобиться замены переменных? Замены переменных могут понадобиться, если мы хотим работать, скажем, на многообразии, гладком, скажем, на сфере. Тогда у нас мы эту сферу не можем одной картой покрыть, и мы вынуждены брать одну карту, другую, которая с ней пересекается, ну и иметь два представления для нашего оператора в одной карте и в другой карте. Вот. И возникает вопрос, ну хорошо, символ это функция, х это локальные координаты, то есть х потом это будет точка многообразия, а кси откуда точка? Вот. Кси откуда точка? Ну, поскольку кси их тоже n штук, вот, то в принципе вариантов есть только два. Ну, может быть, еще какие-то более сложные, но вот как бы первое, что приходит в голову. Либо кси бегает по, либо это вектор, либо ко-вектор. Вот. Либо вектор, либо ко-вектор. Вот. Ну и из того, что здесь вот такой закон преобразования, такой закон преобразования, ну и если вы откроете учебник по дифференциальной геометрии, то вы значит, сопоставлением двух текстов вы скажете, что ну это закон преобразования ко-векторов, ко-векторов, то есть вот эти вот кси, они преобразуются ко-векторы и соответственно получается, что символ получается это функция от фактически ко-вектора, то есть это получаем значит следствие значит что значит символ оператора дифференциального это гладкая функция на Т со звездочкой М значит где Т со звездочкой М это ко-касательное расслоение многообразие М вот то есть слоем значит слоем значит это семейство всех касательных ко-касательных пространств во всех точках многообразия вот так то есть это функция на гладкая функция на этом вот на ко-касательном расслоении так значит это мы поговорили про операторы дифференциальные про то как их перемножать замены переменных и даже перенесли и символы и операторы на многообразие вот да дифференциальный оператор на многообразие это оператор который в каждой системе координат является дифференциальным вот так так что тут проблем нет так ну что это было по значит мы операторы рассматривали где на гладких функциях значит гладкие функции это конечно замечательное пространство но оно не банах пространство и не гильбертова никакое вот то есть а нам надо какие-то вот чтобы строить теорию индекса надо все-таки пространство вот ну хорошо банах вообще вот в c бесконечность там индекс там могут быть эти ну плохие эффекты например в c бесконечность там индекс уже не будет гомотопически инвариантным вот то есть там надо осторожно быть вот там можно потерять инвариантность относительно гомотопий вот поэтому мы значит в c бесконечность теории индекса не строят а строят ну вот мы в прошлый раз у нас были пространства соболева вот давайте опять же на таком же уровне что можно сделать на уровне упражнений на самом деле значит следующее утверждение вот какое значит пусть д принадлежит значит диф значит м м м ну значит давайте я напишу здесь многообразие и и м компактное вот ну опять же можно и не компактное но тогда надо что-то еще дополнительно от d потребовать чтобы бесконечность не мешало вот тогда 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 мы вот что значит имеем значит первое значит d из пространства Соболева hs многообразие в hs минус m от него же он будет ограниченным ограниченным вот и второе значит если если его главный символ равен нулю то d компактен вот значит ну давайте тоже напишем в последуя той же значит традиции значит доказательства опирается на значит следующее значит вот в первом пункте значит наш дифференциальный оператор он содержит дифференцирование и оператор умножения на гладкие функции вот то есть соответственно доказательства раскладывается вот на что что дифференцирование оно показатель гладкости на единичку уменьшает если у функции 10 производных было то производной будет 9 вот вот значит д по д x действует из hs в hs минус 1 да тут все для любого s вот тут написан показатель гладкости пространства соболева сколько там этих производных обобщенных так вот любой s если вы меняете s то и здесь тоже сдвигается вот так так вот d по dx он показатель на единичку сдвигает вот это легко из определения ну vrn vrn легко из определения получается и значит это первое второе что если вы берете оператору умножения на гладкую функцию значит если эта функция она у нас класса c бесконечность то оператор умножения на нее он из hs в hs будет то есть он никуда другую часть не сдвигает показатель гладкости вот опять же если с целое ну все проверяется непосредственно дифференцируем дифференцированием ну если не целая ну некоторая работа здесь имеется так это касается первого пункта то есть опять же на этих двух примерах проверяется первый пункт из этого следует первый пункт если мы смотрим пункт второй давайте посмотрим что здесь у нас значит мы смотрим на главный символ главный символ в точке это многочлен однородная компонента вот характеристического многочлена старшей степени но многочлен равен нулю если его все коэффициенты равны нулю то есть получается что это условие означает что производных порядка м нету то есть реально оператор порядка не м а м минус один такой зазор это значит отсюда следует что оператор имеет порядок м минус один то есть по первому пункту он действует из hs в h значит давайте напишем пункт два это фактически мы тут докажем значит d значит вот из условий следует что d действует из hs в hs минус m минус один вот то есть это s минус m плюс один то есть это функции более гладкие чем s минус m то есть они вложены в hs минус m вложены а мы в прошлый раз уже обсуждали что вложение пространств в соболево это компактный оператор он тождествен он значит формула тождественная но оператор компактный компактное вложение вот следовательно мы получаем что оператор d есть композиция ограниченного оператора и компактного следовательно он компактный то есть пункт 2 следует на самом деле из теоремы вложения ну кажется что уже куча всего построена значит есть условия ограниченности есть условия компактности есть символ ну можно по крайней мере сформулировать вот основную теорему я эллиптичность стер вот эллиптичность стер но основная теорема касается эллиптических операторов значит теорема теорема конечности она называется или теорема фридгольмовости теорема конечности значит если д дифференциальный оператор порядка м значит на компактном многообразие м значит эллиптичен эллиптический эллиптический то он фридгольмов д ну фридгольмов соответствующих пространствах соболева вот и соответствующие это вот какие вот как там написано вот для любого с вот ну в принципе эта теорема на на самом деле можно и в обратную сторону то есть если для какого-то с фридгольмов то он эллиптический то есть тогда он для всех с вот такая как говорят теорема гладкости есть так так ну хорошо давайте в принципе к этому еще есть довески разные вот про эллиптические операторы еще можно сказать много чего вот но давайте это в свое время когда значит попозже вот так ну давайте дадим идея доказательства идея доказательства то есть принципе идея где где здесь какая вот то то есть в конце концов она будет реализована но сейчас мы увидим что по пути встречается принципиальная сложность вот и мы узнаем какая значит что нам дано значит нам дана эллиптичность эллиптичность то есть дано значит сигма от d от x кси отлично от нуля при кси отличных от нуля вот значит это нам дано вот ну если что-то отлично от нуля значит на него можно поделить вот в какой-то момент мы и поделим так значит это дано а что нам надо нам нужна фридгольмовость ну про фридгольмовость у нас есть определение что это оператору которого ядро и коядро кончномерные но ядро можем мы вычислить или нет да это дифференциальный оператор даже значит с частными производными там с переменными коэффициентами ну вычисление его ядра задача значит не берущиеся вот не берущиеся задачи это невозможно посчитать его ядро и соответственно и кончномерность тоже эффективно так не проверишь с коядром то же самое вот поэтому по определению не можем у нас есть у нас есть теорема никольского аткинсона что достаточно построить почти обратный оператор значит давайте вот значит надо построить почти обратный ну давайте д минус 1 таких кавычках вот почти обратный оператор действующий в обратную сторону из а 6 минус м в а 6 вот и такой чтобы чтобы если мы д д минус 1 возьмем такую композицию то это будет значит оператор единица плюс компактный откуда куда значит д минус 1 значит д минус 1 отсюда сюда а д отсюда сюда то есть из аж с минус м ну в себя вот и наоборот то есть он такой двусторонний почти обратный так значит ну что мы значит что нам надо что нам надо нам надо иметь компактные операторы про компактность у нас говорит вот это свойство вот здесь что если символ ноль то оператор будет компактным так уже хорошо так а и значит как сделать так чтобы символ был равен нулю вот от этой разности значит я беру символ от произведения минус символ от единицы символ от единицы это один вот символ от произведения это произведение символов короче чтобы вот это было верно по крайней мере на уровне идеи надо чтобы сигма д минус 1 умножить на сигма д равнял равнялась единице вот сигма д отлично от нуля то есть я получаю что сигма д минус 1 вот символ от нашего значит оператора который мы хотим от нашего почти обратного оператора это долл должна быть такая функция 1 делить на сигма д делить можно делить можно потому что знаменатель не ноль так вот ну если мы так нашли оператор с таким символом значит по формуле композиции символы остатков будут нулями по этому свойству 2 соответствующие операторы будут компактными и все получаем фридгольм власти вот что здесь рушится рушится здесь вот вот что что в этой формуле значит сигма д это многочлен и мы получаем символ который рациональная функция как минимум вот рациональная функция ну там еще что-то в нуле особенность вот то есть надо еще что-то с нулем делать вот забегая вперед с нулем все там все хорошо вот то есть там это легкая проблема вот а вот надо работать с символами которые не многочлены то есть это будут не дифференциальные операторы вот операторы отвечающие ну вот таким символом и некоторым другим они не они не дифференциальные но вот они называются псевдо дифференциальными операторами то есть это псевдо дифференциальные операторы это операторы с символом который не многочлен так ну и вот таким образом наша задача свелась к следующему что надо ну на самом деле не надо приходится и пришлось вот людям людям значит вот все что было написано в виде упражнений фактически провести символами не многочленами вот это была теория псевдо дифференциальных операторов которую открыли впервые физики и вовсю использовали они это называли как переход в п пространство вот я скажу что такое п вот математики но потом набросились математики насколько я знаю ну может быть даже вот в советском союзе может даже и обогнали вот значит западных вот у нас был такой ну он сейчас живой дынин вот значит дынин вот он вот а ну на западе кон ниренберг вот это луис ниренберг это известный опять же насколько понимаю тоже живой пока вот вот в данный момент живой то есть выдающийся математик вот вот они построили как говорят исчисления псевдо дифференциальных операторов вот все упражнения они фактически их доказали для вот этого более широкого класса операторов вот наверное ключевая формула фактически дающее определение этих псевдо дифференциальных операторов операторов с таким символом это давайте вот какое напиток опять же еще одно упражнение вот но это упражнение я для вас все же на доске сделаю потому что оно поучительное и простое ну давайте назовем это словом квантование квантование так ну давайте я на доске писать не буду по моему квантование кона ниренберга так значит давайте возьмем наш символ значит значит вот наш дифференциальный император d действует на функцию у значит это у нас сумма по альфа а альфа от x минус и d по dx в степени альфа у от x вот и давайте сделаем следующее вот значит как уже говорилось что после преобразования фурье производная переходит в умножение вот давайте дифференцирование мы перетащим в пространство образов фурье то есть напишем напишем вот здесь преобразование фурье от икс кси а слева напишем обратное преобразование фурье обратное от кси к икс вот так после таких преобразований до преобразование фурье функции у давайте обозначим через у с волной от кси вот значит в пространстве образов фурье минус и d по dx переходит в кси вот то есть у нас получится здесь вот что значит у нас здесь получится ну коэффициент который отвечает преобразование фурье 2п в степени n так значит а альфа от x интеграл от обратное преобразование фурье это е в степени икс кси а альфа значит а альфа уже написал кси в степени альфа у с волной у с волной от кси в кси так но теперь мы эту а можем внутрь внести ой и знак суммы я еще потерял сумма по альфа вот и в результате получается вот такая формула 1 делить на 2п в степени n интеграл значит по rn так е в степени икс кси так значит знак суммы я внес в интеграл получается сумма по альфа а альфа кси в степени альфа значит ну а это ну если альфа были только старшие степени это был бы главный символ а так мы все вообще степени взяли это называется полный символ значит это получается сигма от d x кси ну давайте я словами напишу что это не главный а полный символ значит полный символ то есть никаких производных не отбрасывали вот все все за собой тащим вот а теперь эти все вычисления были для дифференциальных операторов ну а теперь мы можем на эту готовенькую формулу прийти и сказать ну а теперь не важно что тут многочлен важно чтобы интеграл сошелся там потому что все таки до бесконечности интегрируем вот ну на самом деле если функция у там достаточно гладкая и хорошо убывает на бесконечности тогда у с волной тоже гладкая убывает на бесконечности хорошо так что этот сигма от д может еще по кси расти вот вот до некоторой степени может расти ну слишком сильно нельзя расти вот слишком сильно там скажем если экспоненциальный рост то плохо может быть вот вот но уже уже нигде не требуется чтобы это было многочлен вот вот значит ну давайте пока опять же речь идет фактически пока о чистой алгебре значит этот оператор можно вот как записать значит это есть значит вот этот сигма от д в которой мы вот что сделали значит мы как говорят сделали квантование вместо икса подставили оператор умножения на икс а вместо кси подставили оператор минус и дпдх то есть покуда главный полный символ был многочленом но в многочлен можно подставлять иксы и и эти самые и производные причем смотрите у нас производные все справа а иксы все слева поэтому если быть более честным то надо писать значит икс первым и чтобы быть честным надо а этот оператор вторым подставляется то есть если бы они коммутировали все равно но они не коммутируют поэтому все зависит от того какой порядок это вот индексы фейдмана вот вот ну вот и это квантование вот эта вот формула отвечает вот такому порядку индексов значит ну вот хорошее упражнение упражнение записать в виде интеграла значит записать в виде интеграла интеграла оператор где в обратном порядке подставляются никто же не сказал что икс надо первым может быть над вторым как раз вот ну тут видно что получается какое-то одни сначала умножение потом дифференцирование другие наоборот вот какая-то не симметрия вот есть еще симметричный способ называется квантование вейля вот с точки зрения физики она видимо самая хорошая работа по крайней мере например там ну в ряде значит задач оно хорошее симметричный способ есть вот но я его уже писать не буду впрочем для нас все эти способы они не важно какое квантование значит для индекса не важно какое квантование они все в старших производных никак не отличаются вот а у нас индекс только старший определяется так хорошо вот ну и с точки зрения такой который идейный мы вот эта формула в принципе решает проблему в нее можно подставлять не многочлены вот например такого рода функцию но единственное надо вот в нуле с особенностями разобраться вот и давайте я расскажу про теорию таких операторов когда какие функции можно туда подставлять сюда подставлять и какие там свойства так значит все мы переходим к псевдодифференциальным операторам значит это фактически формула которая их определяет ну на самом деле есть много разных классов псевдодифференциальных операторов все отличается тем какого сорта функции вот сюда какого сорта символы мы сюда подставляем вот есть и мы будем рассматривать только такие классы которые ну чуть чуть похоже на многочлены чуть чуть похоже на символов дифференциальных операторов есть классы которые очень далеко вообще там с какой-то точки зрения вообще любой там ограниченный оператор он является псевдодифференциальным просто у него такой символ что для него никаких теорем уже нету и то есть никакой пользы вот от того что ты его назвал псевдодифференциальным оператором может и не получиться вот значит я расскажу наиболее такой я бы сказал классический канонический класс вот так значит это псевдодифференциальные операторы так псевдодифференциальные операторы так и начнем мы вот с чего значит это называется класс символов вот то есть формула есть вот я к ней ничего не убавлю не прибавлю вот по крайней мере на уровне формулировок если все это доказывать то там кое-что надо и добавлять но формулировки все это оператор важно какой символ туда писать вот класс символов такой значит некоторая функция а принадлежит классу символов смр2n значит а это функция от х кси а это функция от х кси ну с символ м порядок вот так что в принципе все должно быть понятно если выполнены два условия первое а гладкий вот а гладкий символ да ну давайте будем аккуратными всюду ну вот второе выполнена оценка выполнена оценка значит оценка вот какая значит надо взять символ и его дифференцировать ну давайте значит альфа раз по переменной х и бета раз по переменной кси вот и это такая производная должна оцениваться с некоторой константой которая зависит от альфа и бета только но не от переменных и тут вот что должно быть значит ну давайте я напишу здесь 1 плюс модуль кси в степени м минус альфа то есть если я значит сам символ он должен как бы оценивать значит речь идет про бесконечность по переменной кси вот то есть здесь важно что вот кси переменная мы же смотрите здесь интеграл то по кси вот поэтому тут основная трудность вообще в интеграле чтобы он сходился на бесконечности там в нуле преобразование фурье ну гладко там вот даже разрешены не слишком плохие особенности вот от подинтегрального выражения с этим нет проблем а важно сходимость на бесконечность вот интеграла вот ну для дальнейших свойств не только сходимость но еще какие-то свойства вот ну короче бесконечность по кси вот это то где надо пристальное внимание значит свое внимание сконцентрировать вот и мы от самого символа если альфа и бета равны нулю мы требуем чтобы он рос не быстрее чем кси в степени м вот если же мы его начнем дифференцировать по иксам надо чтобы рос вот это я неправильно написал значит надо чтобы рост был такой же вот вот чтобы рост не портился вот вот рост такой же а если я по кси по ко переменной буду дифференцировать то да и здесь бета это мультииндекс в общем случае поэтому модуль этого мультииндекса то по кси при если я взял производную то рост на единичку меньше на единичку меньше ну это как бы слизали оценки с этих с многочленов то есть если у меня есть многочлен там а от х кси в степени там к вот с гладкими коэффициентами то если я дифференцирую по иксам то порядок роста по кси никак не меняется вот а если я по кси продифференцирую то порядок роста на единичку упадет да значит будет кси в степени к минус 1 вот так то есть это вот взяли из вот этой вещи значит это оценка значит для любых икс кси для любых икс кси ну и равномерная оценка да равномерная равномерная так так ну давайте примеры 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 значит первый пример это значит символы дифференциальных операторов символы дифференциальных то есть многочлены от кси с гладкими коэффициентами по икс вот ну если они коэффициенты там равны нулю на бесконечности чтобы там на бесконечности не было проблем а то начнут они еще по иксам как-то расти вот нас бесконечности не интересует так это пример как бы старенький так а что новенького есть что новенького сюда попадает сюда попадает значит кси в угловых скобках значит от своих зарубежных коллег я слышал что это называется кси в японских скобках кси в японских скобках может быть из уважения к тому что много японские значит вот математики сделали по псевдо дифференциальным операторам значит это краткое обозначение вот чего значит это один плюс модуль кси квадрате и корень квадратный то есть это функция которая на бесконечности ведет себя как модуль кси и всюду гладкая вот то есть мы сгладили особенность в нуле то есть модуль кси конечно тоже но она в нуле не дифференцируема а нам надо вот c бесконечности вот значит ну это упражнение что все эти оценки выполнены ну модуль кси в квадрате это уже никаких модуль не нету да сумма квадратов вот ну и ну все оценки проверяются да значит вот эта функция принадлежит с 1 значит это символ порядка 1 вот то есть ясно что это уже он отвечает не дифференциальному оператору так ну можно даже этот символ в любую степень вот возвести в любую действительную степень возвести и соответственно это будет элемент порядка s так какой степени ну наверно альфа и есть да вот то есть это нам дает примеры символов любого порядка любого порядка вот ну еще полезная вот какая конструкция вот этот кси альфа он как бы по всем направлениям одинаковый вот значит можно например что сделать можно значит взять какой-нибудь значит пусть пусть у нас есть а x кси значит это гладкая функция на rn умножить на s n минус 1 то есть она определена при кси равных единице да то есть на сфере по кси определена тогда мы можем ну давайте я сначала скажу этими словами а потом и формулу напишу тогда мы эту функцию можем со сферы продолжить ну по какой-нибудь степени однородности вот какой-нибудь степени м вот продолжить всюду это нам даст значит всюду гладкая кроме нуля а в нуле умножить на срезающую функцию ну вот тут значит тут такая не алгебраическая конструкция значит такой анализ со срезающими функциями вот так вот ответ состоит в том что это принадлежит соответствующему см классу значит то есть мы можем значит этот а от x значит продолжение по однородности формула такая кси делить на модуль кси это продолжение по однородности ну если нужна какая-то степень м модуль кси в степени м порядок однородности ну и срезающая функция значит х ну можно например от модуля кси взять чтобы график этой хи хи был значит она ноль в окрестности нуля потом вышла на единичку здесь ноль здесь один значит это модуль кси вот а это хи модуль кси вот значит здесь единичка вот так вот этот символ из см вот опять же это ну это вот упражнение да так хорошо так ну и осталось чуть чуть внизу место и можно написать уже теорема теорема обограниченности обограниченности теорема обограниченности что если а принадлежит см от r2n тогда соответствующий псевдо дифференциальный оператор значит давайте его назовем а с крышкой он будет ограничен из hs rn hs минус m rn вот где оператор определяется по символу вот этой формулы ну я тут немножко сократил вот что значит вообще как определяется оператор как определяется оператор ну например значит оператор мы определяем так значит вот как на пространстве соболева давайте сначала возьмем функции ну скажем у по действию как действует оператор на функцию там с компактным носителем например если у у она значит вот с компактным носителем, то есть на бесконечности вообще ноль. Мы берем преобразование Фурье такой функции. Но оно тоже будет гладкое, но уже носитель не компактный, но оно быстро-быстро убывает на бесконечности, быстрее любой степени. Это быстрее любой степени убывает, а это растет не быстрее степени М. Поэтому мы ее можем, а это по модулю ограничено, то есть сходится абсолютно интеграл. Раз он абсолютно сходится, то мы можем что делать? Например, мы можем его дифференцировать под знаком интеграла, то есть из этого уже следует, что то, что здесь написано, будет гладкой функцией. Если У была гладкая, то и это тоже будет гладко. Потому что если мы дифференцируем по Х, то у нас либо производная падает на символ, на вот этот множитель, ну и тут с ним все в порядке, по этому неравенству, по Х ничего не портится. Либо производная падает на экспоненту, и тогда выскакивает к С. но У с волной убывает быстрее любой степени, поэтому она все это забивает. Поэтому в С бесконечность действует оператор, это легко из определения следует. А дальше мы берем, ну вот это получается замыканием, то есть мы доказываем ограниченность этого оператора на плотном множестве, то есть это некоторая вот именно оценка нормы оператора через символ. Вот, ну это уже некоторая деятельность, то есть это вот его реально, насколько я помню, сделали вот Конн Неренберг в своей работе, вот, на которой, ну вот я перед сегодняшней лекцией не смотрел, сколько ссылок, но уверен, что оно исчисляется сотнями. Вот, вот, то есть это работа цитируемая и читаемая, и написана с заботой о читателе, вот, то есть этого у них не отнять. Так, так, теорема об ограниченности. Следующая теорема о композиции. Вот, это мы уже подходим, ну ограниченность это все-таки достаточно такая все же грубая вещь, важная, вот, важная, но, значит, такая достаточно грубая. А надо более тонкую, более тонкую вещь, значит, более тонкая вещь, это теорема о композиции. Значит, теорема о композиции. Так, теорема о композиции. Она звучит следующим образом. Да, это вот Конн Неренберг, это уж точно. Вот. Значит, она гласит следующее. Если у нас есть два символа СМ, ну, да, значит, А из СМ, а Б из СЛ, давайте так. У них же могут быть разные порядки. Вот. Вот. И мы возьмем псевдодифференциальные операторы. Вот. С этими символами. Тогда А с крышкой, Б с крышкой это псевдодифференциальный оператор, порядка М плюс Л. Вот. Надо что-то сказать про символ. Надо что-то сказать про символ. Значит, давайте тут я скажу вот что. Значит, вот здесь я обращаю ваше внимание, что мы здесь говорили про полный символ, то есть нигде здесь про однородность никакую не говорилось. Вот. То есть вот этот СМ, он тянет за собой и главный, может быть, и все остальные. То есть это на самом деле полные символы, классы полных символов. Вот. И поэтому здесь хорошо бы дать формулу для полного символа. В принципе, формула дается. Вот. С маленькой оговорочкой. Значит, символ от А с крышкой, Б с крышкой. Вот. Оговорка будет состоять в том, что здесь будет не равенство, а значит, вот такая волна. Вот. Ну, точный смысл называется асимптотический ряд. Значит, будет дана формула в виде ряда, но ряд может разойтись, и он является рядом асимптотическим. Значит, это будет А умножить на Б. Первый член ряда это произведение символов. То есть, в принципе, то же самое, что для дифференциальных операторов. Но здесь можно выписать и все остальные слагаемые. Вот. Сумма по значит, модуль альфа больше либо равного нуля. Вот. И формула такая. Значит, 1 делить на альфа факториал, 1 делить на альфа факториал, d по dx в степени альфа от первого символа. Значит, первый символ дифференцируем по иксам. Второй символ минус и d по dx дифференцируем по кси. Вот. Вот. Значит, а зависит от x кси. Так вот, а дифференцируем по первой переменной, а кси по второй переменной. Значит, давайте на эту формулу посмотрим. Давайте на эту формулу посмотрим. Что в этой формуле происходит? Вот давайте посмотрим на этот ряд. Значит, если у А порядок m, а этого l, то здесь производная имеет порядок m плюс l. Вот. Значит, если мы А дифференцируем по альфа, то порядок, он такой же, как был, такой же и остается. Вот. То есть здесь порядок, значит, давайте так напишем, m плюс l. Здесь m, у этого порядок m. А у этого мы b дифференцируем по переменной кси. И порядок падает. Порядок падает. Сколько продифференцировали, настолько и упал. Короче, здесь будет l минус модуль бета. Вот. То есть... Ой, какой бета? Альфа. У нас здесь альфа индекс. Вот. То есть, если альфа растет, а у нас ряд по альфа, которые по длине индекса, и она становится больше и больше и больше. Вот. то будут слагаемые, в которых порядок символа очень-очень отрицательный. Вот. Опять же, забегая вперед, то отрицательные порядки это как бы такие остатки, которые там в какой-то момент можно отбросить. То есть, вот в этом смысле каждое слагаемое все лучше и лучше. Вот. С точки зрения дифференциальных уравнений каждое следующее слагаемое дает все более и более гладкие функции. Вот. Все более и более гладкие функции. Ну, этого достаточно. А значок, теперь значок вот этот, что означает. Значит, это означает следующее, что если, ну, если кратко, что этот ряд является асимптотическим, а в точности он означает следующее, что если вы возьмете левую часть, и из нее вычтите конечную сумму справа, значит, модуль альфа, значит, так, давайте вот здесь больше равно нуля, и обрежете ряд, конечное число слагаемых возьмете. Я их не буду переписывать. Они вот те же самые сюда переписываются. То вот эта разность она будет не превышать следующего слагаемого в этом ряду. То есть оно будет из класса, значит, вот тут какой был класс? S, M плюс L минус модуль альфа, но модуль альфа максимальный, это N, максимальный N, значит, следующий член ряда N минус 1, поэтому здесь я напишу, что это из S, M плюс L минус N минус 1. Во. То есть вот этот значок, он в точности означает, что для любого N большого вот такая разность лежит здесь. То есть еще раз проблема в том, что этот ряд скорее всего расходится, скорее всего расходится, даже я не скажу, с какой скоростью, может вообще экспоненциально или еще хуже сходится, вот, поэтому он асимтетический ряд. Вот. Так. Ну, все. То есть оказывается этого вполне достаточно. Вот, то есть если мы взяли там N равное там 10, да, то мы получаем символ в виде конечной суммы плюс хвост, который большого отрицательного порядка. Вот. Большого отрицательного порядка. Так. Это формула композиции. Ну и а все получается. Продолжение следует...